Добрый вечер, в эфире итоговый выпуск Вести Молдова в студии Олеся Кайряк. В начале коротко о главных событиях последнего рабочего дня этой недели. Подход дипломатический. Президент и глава Кабмина обсудили вопрос о значении послов и согласовали первые восемь кандидатур. И вновь протест. Патенты обладатели требовали у депутатов отменить неустраивающий их закон. Должен уйти в отставку. Фракция социалистов инициировала в этом недоверие министру транспорта Юрию Керенчуку. А теперь о бытих и других событиях подробно. Президент республики Игорь Дадон и премьер-министр Павел Филипп провели рабочую встречу по вопросу назначения послов. В частности, был затронут вопрос отзыва десяти послов и назначения семнадцати кандидатов. В результате по восьми кандидатурам позиции были согласованы. Дискуссии между президентом и исполнительным органом по этому вопросу продолжатся. Глава государства очень сдержанно высказался по поводу некоторых кандидатов из списка первоначально представленного правительством и подтвердил это весовыми аргументами. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети. «Я высказал свои замечания касаемо некоторых кандидатур, предложенных правительством. Я отношусь к этому вопросу очень серьезно и искренне желаю, чтобы Молдова была представлена за рубежом послами, которые обладают качествами, необходимыми для продвижения наилучшим образом интересов страны. Как и было сказано ранее, я не хочу блокировать дипломатическую работу Молдовы за пределами страны, но намерен тщательно проанализировать каждую кандидатуру на пост посла и по необходимости внести свои предложения по поводу назначения или отзыва дипломатов», – написал Игорь Дадон. «Во время его встречи с премьер-министром Павлом Филиппом был затронут вопрос отзыва 10 послов и назначения 17 кандидатов. Стороны условились в начале процедуры запроса согласия по группе претендентов на должность посла Республики Молдова из 8 человек. Так, к примеру, послом нашей страны в Российской Федерации станет Андрей Негуце. Демиссию Молдовы в Соединенных Штатах возглавит Аурил Чикой. Виктор Сарачан станет послом в Республике Беларусь, а Виктор Осипов – в Австрии». Уже известна реакция ряда российских представителей на назначение Андрея Негуце послом в Российскую Федерацию. Так, вице-премьер России и спецпредставитель президента по Приднестровью Дмитрий Рогозин назвал Андрея Негуце серьезным человеком и партнером. Как об очень достойном человеке отозвался о молдавском дипломатии глава Комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников. Кроме того, сегодня глава государства подписал декрет о назначении Артура Гуминика на пост советника главы государства области обороны и национальной безопасности, а также секретаря Высшего Совета Безопасности. К другим темам. Во время сегодняшнего заседания парламента на улице было неспокойно. Очередной протест решили организовать прямо перед зданием законодательного органа несколько десятков патентообладателей. Митингующие требовали аннулировать закон, отменяющий патенты с 2018 года. По словам протестующих, таким образом государство оставляет их без работы. Ну, вот сюда! Ну, вот сюда! Митинг перед зданием парламента собрал несколько десятков человек. Все торговцы по патенту на центральном рынке Кишинева. Таким образом, они решили еще раз выразить свое несогласие с законом, запрещающим предпринимательскую деятельность на основе патента, начиная с 2018 года. Вместо этого патентообладателям предлагают зарегистрировать индивидуальное предприятие при оплате налога с оборота в 1%, а все продажи проводить через кассовый аппарат. Но многие из торговцев не согласны с таким решением властей. У некоторых даже нет места для кассового аппарата. Наши условия не позволяют нам работать с кассовыми аппаратами. Мы хотим платить, но в более упрощенном виде. Это свежее мясо, тут кассовый аппарат, чтобы делать это самое невозможно. Это надо будет или упаковку делать мясу, но на крестьянском базаре никто не упаковывает мясо. Пусть нас чаще проверяют, оплатили ли мы патент, но мы хотим работать. На рынке, где мы работаем, много людей, которые не представляют, что такое фирма или кассовый аппарат. К протестующим прямо с парламентского заседания вышел депутат от партии социалистов Григорий Новак. Он согласился с тем, что проблема существует, но порядок наводить все-таки нужно. Государство должно наводить порядок именно там, где оптовые базы. Там такая проблема. Просто не все об этом говорят, и многие закрывают на это глаза. Потому что оптовые базы сбывают свой товар посредством патента, то, что неправильно. Но они смешивают все в одну кучу. И людей, которые работают на основании патента, и тех, которые имеют миллионы. Депутат сообщил, что сейчас разрабатывает совместно с Ассоциацией малого бизнеса законопроект, который хотя бы временно решит эту проблему. Новак выразил надежду, что его инициативу поддержит и парламентское большинство. Согласно статистике, в республике примерно 18 тысяч человек работают на основе патента. Из них 12 тысяч в сфере торговли. Ситуация, в которой находится предприятие «Железная дорога» Молдовы, также неутешительна. Сотрудники уже полгода не получают заработную плату. Проблема в неэффективном управлении со стороны Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры, считают депутаты от партии «Социалистов». Плачевное, на их взгляд, состояние отрасли стало поводом выразить вотум недоверия главе Минтранса Юрию Керенчуку. Ситуация в транспортной сфере, особенно в области железнодорожных перевозок, товаров и пассажиров, неутешительна, считает депутат от партии «Социалистов» Василий Боля. По его словам, все из-за плохого администрирования со стороны Министра транспорта и дорожной инфраструктуры Юрия Керенчука. Депутат «Социалист» заявил, что глава ведомства совершает многочисленные ошибки и некомпетентен в отрасли, которую он руководит. Ситуация на государственном предприятии «Железная дорога Молдовы» катастрофическая. Сотрудники железной дороги не получают зарплату вот уже шесть месяцев. Задолженности по зарплате превышают 130 миллионов леев. Депутат «Социалист» отметил еще несколько проблем в транспортной сфере. Он обратил внимание коллег на необходимость реформировать Национальное агентство автомобильного транспорта. Боля сообщил, что сотрудники учреждения получают зарплаты в 22 тысячи леев, тогда как само учреждение работает неэффективно. Вдобавок депутата озадачило решение министра Керенчука поменять график движения общественного транспорта между населенными пунктами. «Мы просим инициирования обширной реформы агентства автомобильного транспорта и переход на ее финансирование из государственного бюджета, а также антикоррупционную прокуратуру и Национальный центр по борьбе с коррупцией провести проверку законности произвольного изменения графика движения межрайонного транспорта министром Керенчуком». Боля сообщил, что по перечисленным причинам партия социалистов выдвигает вот ум недоверия министру транспорта Юрию Керенчуку. Дату слушаний главы Минтранса назначит постоянное бюро парламента в течение 14 дней. Ранее фракция партии социалистов инициировала вот ум недоверия министру здравоохранения Руксанди Главан. Лидер Демпартии Влад Плохотнюк избран вице-председателем социнтерна. Об этом говорится в пресс-релизе политформирования. Решение принято на Конгрессе социалистического интернационала, который проходит в Колумбии со 2 по 4 марта. Таким образом, молдавский политик присоединяется к президиуму социнтерна, находящегося под руководством председателя Георгия Саппандреу и генерального секретаря Луиса Айяла, чьи мандаты были продлены на последующие 4 года, сообщает источник. Демпартия Молдова является членом социнтерна с 2012. В организацию входит 153 социал-демократических, социалистических и рабочих партий. Соболезнования своим украинским коллегам и всему украинскому народу в связи с трагедией в соседней стране выразили президент и премьер-министр Молдовы. 2 марта в результате обвала на шахте во Львовской области погибло 11 человек. Еще более 20 получили тяжелые ранения. Телеграмму соболезнования президента Украины Петру Порошенко направил глава молдавского государства Игорь Дадон. «В эти трудные минуты от имени народа Республики Молдова и от себя лично выражаю глубокое сочувствие и солидарность с украинским народом. Вместе с тем прошу вас передать искренние соболезнования родным и близким погибших, а пострадавшим пожелание скорейшего выздоровления и сил для преодоления трудных моментов жизни». Говорится в послании. Выразил соболезнования своему украинскому коллеге Владимиру Гройсману и премьер-министр Молдовы Павел Филипп. «От имени правительства Республики Молдова выражаю в эти тяжелые минуты наши чувства сострадания и солидарности с украинским народом. Прошу вас передать искренние соболезнования семьям и близким погибших, а также слова поддержки всем пострадавшим». Говорится в Телеграме. Напомню, в результате аварии на шахте Степная села Михайло Львовской области погибли 11 человек свыше 20 госпитализированы с тяжелыми ранениями, а судьба еще 20 неизвестна. В момент аварии в шахте находились 172 человека. По предварительным данным, взрыв произошел из-за скопившегося на шахте метана. Продолжаем выпуск. Мэрцишор шагает по стране. Этот замечательный весенний праздник отметили накануне в столичной вспомогательной школе номер 6. Это единственное в своем роде образовательное учреждение для детей с особыми потребностями. В том, насколько они могут быть талантливы и радоваться жизни наряду с другими сверстниками, убедилась и наш корреспондент Ольга Гриненко. В этой школе не только приход весны, но и любой праздник больше, чем события. Праздники здесь любят и ждут, пожалуй, как ни в каком другом образовательном учреждении. Устроить, правда, такую насыщенную яркую программу – дело непростое. Воспитанники школы – это категория детишек, требующих не только особого профессионального подхода, но и особого человеческого понимания. Каждому ребенку подбирается все совершенно индивидуально, потому что детки с множественными нарушениями. Это детки очень особенные. Мы пока в первом классе, маленькие еще. Нам очень нужна эта школа, потому что мы пробовали и в обычной, и в общеобразовательной школе, ничего не выходило. Мы очень довольны, даже очень не ожидали таких результатов. Занимаются с детьми очень хорошо, индивидуально, у каждого своя программа. Конечно, и дома работаем. Мы чтим традиции своей страны, веками празднуем приход весны. В шестой вспомогательной школе 80 детишек. Эти мальчишки и девчонки не похожи на сверстников. Они разговаривают, мыслят, ощущают мир иначе. И талант у них особый. ПЕСНЯ Удачи! Глупополучия! Ой, счастья и любви! Глава правительства Павел Филипп обещает навести порядок в детских садах. После того, как он лично проинспектировал дошкольные учреждения, убедился, что там полная антисанитария, детей кормят просроченными продуктами, родители молчать не стали. В адрес премьеры буквально посыпали жалобы. Об этом Филипп написал на своей странице в социальных сетях. После незапланированного посещения детсада я получил жалобы о нарушениях и от других родителей. Я уже распорядился, чтобы инспектирующие органы провели проверки в данных учреждениях и представили результаты. Контролю подвергнутся не только эти, но и другие детские сады. Надеюсь, эта информация дойдет до всех детсадов и школ. И там в срочном порядке наведут порядок, обеспечат безопасность питания и соблюдение санитарных норм, заявил премьер. О других событиях сегодняшнего дня в нашей стране в рубрике «Короткой строкой». Столичный поставщик воды АПК «Кишинев» начинает в апреле замену механических водомеров на цифровые. По данным Пресс-службы предприятия, на первом этапе планируется замена счетчиков в 100 домах Кишинева, где наблюдается наибольшая разница между данными жильцов о потребляемой воде и результатами проверок АПК «Канал». В иных домах она достигает 500 кубометров воды за 6 месяцев. Всего предприятия намерены заменить счетчики в 260 тысячах квартир. На этого до «Каналу» необходимо 8 миллионов евро. Муниципальный советник от партии социалистов Вадим Филиппов назначен новым членом Центра избиркома. Такое решение накануне принял парламент большинством голосов депутатов. Теперь парламентской комиссии по вопросам права, назначениям и иммунитету предстоит рассмотреть кандидатуру Филиппова и дать заключение о его назначении. Филиппов заменит своего однопартийца Максима Лебединского, который подал заявление об отставке с поста ЦИКа, став советником президента по взаимодействию с парламентом и правительством. Молдова и Израиль намерены активизировать торгово-экономическое сотрудничество и обсудить перспективы расширения взаимовыгодных двусторонних связей в разных областях. Это планируется сделать в ходе очередного заседания Молдоизраильской смешанной межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Эту тему обсудили во время встречи вице-премьер, министр иностранных дел европейской интеграции Молдовы Андрей Галбур и министр по вопросам эмиграции и абсорбции Израиля Софа Ландвер. Встреча состоялась в ходе официального визита главы МИДЭИ в Израиль. Молдова может увеличить экспорт продукции машиностроения в Европейский Союз благодаря привлечению новых инвестиций в эту отрасль. Об этом говорится в аналитическом отчете экспертов Евросоюза о трансформации сектора машиностроительной промышленности в Молдове, Белоруссии и Украине. Для привлечения массивных инвестиций в отрасль машиностроения Молдове нужно продолжать реформы, улучшать бизнес-климат, внедрять лучшие практики корпоративного управления, стимулировать деятельность малого и среднего бизнеса в машиностроении, развивать инфраструктуру, отмечают европейские эксперты. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА